и так blender 2.91 уже продолжаем работать над этим персонажем давайте закинем этого персонажа сейчас в миксама подберем ему именно анимацию потом закинем на кухню ну а потом уже посмотрим что да как в начале что нужно сделать как и в прошлом ролике в конце я уменьшил именно полигонаж вот этого персонажа сейчас я вам покажу вот настолько у него уже мелкая сетка это повторюсь decimate модификатор выбираете и вот он модификатор decimate уменьшаете именно полигонаж вот вы видите что сетка еще меньше становится давайте посмотрим как он теперь выглядит апли смотрим вы видите что он стал ваще низко полигонален вот такой вот гражданин если сейчас нажмем control z то вот таким он был и так объединяем все вот эти вот саптулы единицы на нампаде делаем вот выбираем все вот так через shift детали глаза допустим вот прическу персонажа штаны сумку можно не выбирать вот эту она когда рука ведется мешается поэтому сумку наверно лучше будет ну как-нибудь g вот назад куда-нибудь прикрепить и пусть она сзади будет чуть-чуть так развернуть g еще подкорректировать подогнать к ремню и в принципе вот сзади так не так пардонте семерка на нампаде r так вот теперь g вот пусть она где-то так еще наверно нужно развернуть r g и немножко вниз опустить вот сзади она будет нормально смотреться потому что когда будем делать анимацию постоянно будет рука цепляться вот этого вот мешка это не есть хорошо так что еще так вот так вот r все привязано пока к геометрии ну как-то вот так наверно ну отключим посмотрим ну ничего нормально висит мешок так теперь единицы на нампаде и закидываем вот выделяем опять же все саптулы вот таким вот образом глаза не забываем станы не забываем можно сумку даже выбрать и это все дело сначала привяжем set origin в 3d курсору вот к этому вот в центру и теперь делаем control j вы видите что у нас появился один саптул теперь нужно еще жетон объединить вот у меня жетон я его тут новый сделал ну смысле скачал и закинул сюда control j теперь что нужно сделать удаляем камеру и свет велит они нам не понадобятся выбираем персонажа и сохраняем экспорт фбх вот так импортируем или в папку или на рабочий стол где у вас находится проект так следом заходим в миг сама закидываем персонажа вот он уже закинулся вот так он выглядит и просто подбираем ему здесь какую-нибудь анимацию допустим танца ходьбы там я не знаю вот включаем любую анимацию сейчас она подгрузит ее и вот у нас вот такой персонаж вот он здесь показывает 456 у него кадров вот так вот давайте это все дело в принципе я не буду сохранять я их уже накачал нормально тебе нужно просто выбрать скачивается нажимаете download высвечивается такая кошка жмете download и все он пошла скачка так это я пока cancel опять же есть модели вот ну допустим модель ходьбы сейчас я вам покажу тут тут можно мир менять зеркалить в разные стороны в левую в правую также вот где у него тут походку найти какую-нибудь ну вот пускай пока вот эта походка тут тут тоже мира есть но нужно еще in play другую вот вот эта походка и есть in place вот этот для чего он нужен для того что вот это видите идет вдоль анимация если мы нажмем in play анимация будет на месте и если вам нужно пустить персонажа именно по курве то лучше брать вот этот in place чтобы зацикленная была анимация если нет в какую сторону вам надо идти вот вы можете сделать чтобы руки в другую сторону так вот болтыхались там поворот в другую сторону был здесь вот есть у вас настройки руки дальше вот могут стоять если чтобы не зацепляли продолжим так не это продолжительный trim мягкость вот этой всей анимации так вот если вам нужно руки развести в разные стороны то он будет у так идти вот вот этими ползунками это все потом сохраняется так все это дело проехали и так закидываем теперь открываем наш этот кафе don't save вот такая кафешка получилась вот такая и вот анимация вот этого персонажа смотрим что получилось открывается дверь стоит персонаж мост сзади природа какая-никакая картинка и вот он заходит на кухню потом 75 кадр останавливается можно еще продлить эту анимацию чтобы он дошел ну где-то допустим вот до сюда поставить плашку и как раньше я показывал по кадру все это дело перенести так ну а теперь нужны именно столы стулья какая-то обстановка и закинуть сюда анимацию нарезки именно лука на стол опять же форматом fbx так давайте я покажу как закидывать сюда персонажа вот этого персонажа пока давайте я удалю дилит вот такая здесь обстановка камера свет свет на улице сзади идет просто картинка именно китайский мост с природой вот так она выглядит можно подобрать другую картинку сделать здесь как бы асфальт ну уже конкретно замудриться здесь в угол можно поставить пальму какую-то с листьями здесь столы установить а вот здесь вот плита допустим и здесь вот он будет готовить вот в этом углу допустим и вот он должен зайти и подойти к этому углу так закидываем сюда персонажа теперь находим импорт fbx формат туда где у вас скачивалось все это дело вот я тут мамам накачал надо теперь выбрать и с этим поработать троинг давайте троинг посмотрим сейчас вот он загружается вот кстати вот эта анимация больше подходит она длинная с увеличиваем персонажа вот вы видите где он стоит теперь может можно мог поставить и ползунком его так вот в начало двери поставить так семерка на нампаде получается мы его чертеж должны перекрутить и с помощью ползунка подставить к двери вот так вот покиньтесь он большой такой заходит очень классно так с уменьшаем его чтобы он не был гигантом все-таки пацанинок и вот сюда его все это дело поближе подставляем так теперь смотрим как он тут да что вот надо уровень пола еще там вот сзади подгадать так и немножко наверное еще его с но сильно большой ну так так теперь ставим ну давайте поставим сто девяносто восемь кадров сто девяносто восемь ухты enter теперь что у нас тут еще дверь открывается вот это все мы выбираем и G передвигаем дверь открывается до 30 кадра значит можно задержку на 35 или на 40 уже начать анимацию теперь что посмотрим посмотрим вот так вот закроем видите дверь закрыта это локация и локация и вот он стоит вроде бы как пришел глаза так типа поднимает и вот он пошел кидает нож допустим какой-то свиток нож и вот нож это все дело летит и возможно на стол втыкается ну как вариант ну вот это самая более-менее долгая анимация вот он больше стоит можно потом добавить анимацию как он заходит сюда так вот как-то вот такая штукенция так что тут с настройкой света вот такая настройка вроде как там уже темнеет заходит в ресторан камера давайте посмотрим 0 на нампаде вот так вот смотрит камера на все это дело здесь вот должны причиндалы стоять здесь столы ну словом заполнить вот это это пространство надо теперь и в принципе нормально вот такая стукенция ну а теперь нужно попробовать настроить как посоветовали мне чтобы не было вот этой размытости попробую потом посидеть все это дело настроить ну пока вот такая информация коротко так ну кухня готова персонаж готов анимация есть нарезку еще вот доделаю на это луком и в принципе остался вопрос только плита столы и как-то обстановка наверно все всем пока до свидания анимация